всем привет с вами снова я варим и это бесконечное лето мод под названием на грани срыва и у нас 2 начало почти уже часов где-то 10 11 мы ходим собираем подписи для чего правильная депка нова про нафиг она не нужна планов продолжаем наконец-то нашел надеюсь это та самая минута не и открыл дверь и вашу библиотеку в библиотеке сидел девочка на вид лет 16 и что-то писала извини девочка подъема на несколько лет и сказал да мне бы это обходной подписать конечно давай вас я что сказал пионерка мило улыбнувшись это точно жене я передал ей листок и она быстро что-то начеркав отдала обратно мне спасибо пока до встречи ой совсем забыла а может подсказать те музыкальный кружок и кружок гибернетики она подробности в начал начал рассказывать не местом местоположение этих мест спустя 4 минуты объяснения я попрощался с библиотекарша и вышел из библиотеки спустя время я вышел к музыкальном кружку я поднялся к лицу и постучал в дверь ой открыто я вошел в здание и увидел девочку азиатской внешности с длинными цианами волосами он все время андам в интернете с дивана ой привет привет небо обходы подписать я не понимаю в чё сражеси девки так уже реагирует что плита хорошо изменился что ли ребята выгущу неинтересно то надо хорошо сейчас подожди девочка подошел с того на котором лежала ручка все взяв ручку она подошел ко мне и сказал на обходной я протяну я обходной она быстренько он подписал и улыбнулась мне спасибо спасибо пока пока стой подожди а не хочешь ко мне в клуб поступить а то я совсем одна я не знаю я еще подумаю и скажу ладно хорошо а как тебя звать за меня просто лево хорошо я мику пока мика пока ладно я вышел музыкального клуба и направился кружку к терминетике я должен был домиков и пошел по дорожке для чего я это все вообще сейчас делаю я занимаюсь какие-то глупостями вместо того чтобы искать ответ на вопросы а хоть и где сейчас могу найти эти ответы место лишь играть по правилам лагеря почему рай этот пенецкий лагерь почему такое аморальный и стрёмный человек как я попал сюда я должен был попасть в ад тогда хотя опять же почему я парюсь на этот счет главное что сейчас я счастлив я ускорил шаг и вскоре оказался кружка к кабинетике я не постучавшись зашел внутрь двое пенеров сидели за столом и о чем-то болтали третий сидел на вдалеке и по сей видимости что-то мастерил о новенький привет здарова парни привет здарова моими нервисом покажать мне 3 теперь нервис его за стол парень мне бы обходу подписать ладно окна окружать может может поступить да на ступая у нас от весело а что я мог вступить тем более все парни смыла тогда здесь не хочу как-то выделяться мы теряем бойца ребята семен там похуй он потерялся давно ладно записывай мы потеряли его отлично парень подписал лист и подошел в подсобку а пошел подсобку через минуту парень вышел из подсобки с листом бумаги в руке еще один добро пожаловать казалось хоть за меня просто лео а ты за меня просто разнакомься а меня саня звать семён ладно я пошли надо вожатый обходной отдать давай удачи я вышел здание и направился на площадь я все на лачку и ждать и стал ждать обеда я сниму часы 90 99 99 похоже в этом в этом мире мои часы не работают наверное лучше пойти поискать вожатую и отдать ей обходной да так и сделаю я со скамейки и пошел в сторону домиков активно живет хоть я чувствую что он нашли о каждый защититель ну что по всей видимости 1 дня которым из этих очень мощненько я думаю что он попадает всех убить после 10 минут блужданий я обнаружил дом который слегка выделяется среди других плана на постучаться а то вдруг она там переодевается о лучше бы это шоу я подошел в двери и тихонько постучался подождите немного я приседу ступеньки и принялся ждать на 73 минуты вышла вожатая а это ты принес обходной да вот я протянули листок и стал со ступени она внимательно прочитала его и бросил в карман а записаться куда-нибудь до кружок кирбинатики записался молодец станешь правильный пионеров я могу идти да смотри неопознанный обед хорошо но я и отправился по дорожке до домика впереди я заметил умывальники ох то что надо я направился к умывалькам возле них никого неба видимо 7 мэри с утром я подошел к одному из умывальников и открыл воду в холодно черт возьми на по типу жопки бинатики я же все-таки ступил туда я направился кружку через пять минут я уже подходил кружка и открыл дверь и зашел внутрь парни сидели за столом или что-то обсуждали я зашел я зашел и сел на стол сказал привет еще раз здорово привет мы как раз тут кое-что обсуждали что именно обсуждали в общем мы хотим ночью отправиться в деревню за кое-какими вкусностями деревня наверно по мне сразу было видно что я удивлю но парни не обрати на это особо внимание ага вкусности казаться на расплывшись улыбки да ладно тебе будет весело а далеко до деревни той то эти километра два-три далековато да мы чё старики что ли дойдем без проблем а во сколько здесь соберемся на часов в одиннадцать магазин хотят прибудешь то там есть круглосуточный а когда хоть вкусности потреблять собираемся до ночи на следующий день наверно угол днем не вариант ходить нет нет резвом состоянии а да ну кстати а когда обед что я посмотрю на часы сказал через минут 30 ладно я пойду я пойду себе в домик удачи вам плане давай смеем вышел с кружков и мы остались втроем она пацаны я наверняка я наверно тоже пойдут подожду в обеда у столовки стой мы с тобой пойдем пошлите мы вышли из клубов и направились к столовой через несколько минут мы оказались у столовой мы второму сесть на лавочке около столовки где там семён то скоро подойдет наверное вскоре к слову начали подходить пенели с матч отряда через 10 минут на просоединился и семён о семён что-то что-то ты долго да уж но горно еще не прозвучал все равно а через сколько горн дадут но сейчас должен с минуту на минуту быть спустя мгновение звучал горн и мы быстро вашей столовой мы быстро взяли еду и сели за один стол приятного аппетита парни ого и тебе вскоре столовая стала полная нам подошла алиса это та которая на меня наехал первый день моего пребывания здесь не занята садись мы быстро начали предать свои порции парни болтали о чем-то свое алиса похоже их подсушила какого там деле не собрались похоже парни забыли что они не одни за столом да тебе это не должно вообще касаться да не как раз как раз таки касается возьмите меня с собой не расскажи вожатой алиса да на тебе лимончик чем больше людей тем силе и лимончик ты мой лимончик после слов алиса я заметно покраснел и уставившись свою порцию начал есть ну что поделать придется ее с собой брать у нас не остается не остается выбора уклонился сказал электроник ладно давайте быстрее есть углу мы стали есть молча не говоря друг другу ни слова кстати сколько хоть собрались идти в один за часов а куда подходить к воротам лагеря хорошо алиса быстро дает свою порцию попрощалась с нами и вышел из столовой ну капец конечно тип тащиться с ней ой да ладно тебе похер вместе себе все-таки ну как бы да но да ладно вам уже ешьте молча воткнул свои тарелки принесись дальше а ведь жизнь здесь веселая ухмынулся я и продолжил есть вскоре стала опустила а мы доедали свои порции да и в свою порцию я попрощался с парнями и пошел на площадь на площадь была лишь славя скромно сидевший на лавочке и осматривающая местные красоты эй привет привет чё сидишь тут в одиночестве а так решила своем подумать понятно я приседал конечно присаживайся прошлом я бы даже не смеется рядом пройти даже не знаю чем можно здесь заняться вроде бы много вариантов но не могу найти подходят что делать для себя такое бывает найдешь еще главное просто подождать некоторые время и ты найдешь себя естественно я бы не смог быть меняться всю жизнь сказал я не верю своим словам слушай а у тебя есть какие-нибудь увлечения это помогает вожатых вскоре и скорее всего будущем стану воспитателем лишь друзья у Продолжение следует... 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 ... Продолжение следует... 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 пионера. Тут я услышал звук открытия двери. Я открываю за. Смен пришел. Зарол опять. Да мы за день здороваемся по 10 раз. Скоро там ужин уже. 20 с лишним минут. Пошлите к столовке. Там подождем. Погнали, парни. Мы вышли с кружков и направились в крыльцу столовой. В столовой уже толпе есть пионеры. Мы четверо сели на лавочку и приедем ждать горно. Еще минут 15 ждать. А у столовой уже толпа. Когда ужин почти всегда так. Всем нужно быстрее поесть и пойти по делам. Останавливая время мы просто сидели молча. Спустя время дали гон. И мы быстро вошли в столовую. Мы просто взяли свои порции и направились на самый дальний стол у окна. Через несколько секунд в столовую он ворвался в нескончаемый поток пионеров. Все они быстро брали порции и садились на свои места. Вскоре столовая была битком набита пионерами. Тут за наш стол опять села Алиса. Ну что, готовы сегодня идти? Естественно. Ого. А что вы собрались вообще делать в деревне? Водку возьмем и продолжим кое-каких. Ого. А денег-то хватит? Мне дали с собой 500 рублей, 250 на обратно дорогу. Остальные на свои нужды. Ого. Ну ладно. Давайте уже быстрее доедайте и пойдем по домикам. В один час, чтобы все были в ворот. Подождем минут 10. Не придете, пойдем без вас. Ладно, ладно. Заметно. Я быстро даю свою порцию и пошел к себе в домик поспать до вечера. Прягиваю немного и пойду к воротам. Я лег на кровать и закрю глаза. Мне до сих пор мучает вопрос, какого хрена я проснулся утром за домиком. Я помню, как я с пляжа шел домой и помню удар и провал. Может, какой-то задействительный пене решил меня ударить? Мало ли, в прошлом тоже было много задых людей. Хотя я даже не знаю, куда я попал. В прошлое или в другой мир. Стоп. Если это лагерь, то смена 21 день. Что произойдет потом? Куда я вернусь? Я бы не хотел после всего этого опять вернуться в свой мир. Там меня ничего не ждет. Лишь те самые серые будни каждый черт в день одно и то же. Я здесь всего второе дня. А уже чувствую себя счастливым, как никогда раньше. Ладно, не стоит забивать этим голову. Подумал я и заснул. Да, блядь, опять ты чмошник! Блядь, иди нахуй! Видимо, в прошлый раз тебе не хватило. Я находился в каком-то очень темном месте. Передо мной стоял худой, белый волосый парень. Чё ты молчишь, урод? Я тебя не понимаю. Я сгюзав челюсть, и я падаю на землю. Блядь, что тебе надо? Голос сильно кружился болево. Как ты проник в мой сон, урод? Я правда не понимаю, о чём ты. О, ты ещё и дураком прикидываешься. Объясни мне всё, хотя бы. Я уже ждал момента, чтобы ударить. Это мудилья въебало, но голова всё ещё не отошла туда. Ты появился в моём сне. Ты знаешь, что из-за тебя происходит вообще? Я же, я не знаю, как я сюда попал. Я просто заблудился в лесу, и из последних сил потерял сознание, и очнулся к здешним лесу. Да уж жёшь, таким способом нельзя попасть под сознание другого человека. Да я не знаю, нахуя мне врать? Ты же владыка этого места. Ты в любом случае можешь прочесть мои мысли. А до этого я не догадался. Он начал подходить ко мне, а в момент, когда он тянул руку, я потяну его на себя. Он упал на Кейни и начал закашляться. Я не теряя времени, встал с разбега, пнул ему в лицо ногой. Он перевернулся и упал на спину. Я налетил на него и начал носить удары в область лица. Удар! Удар! Я приподнял его зашивок и лбом ударил ему в нос. Встав, я отошёл от него. Чёртов собак! Всё, что ты там можешь, блять! Да ты нихуя не можешь мне сделать ничтожество! Я начал опять смеяться. Тут меня резко проткнуло что-то сзади, и изо рта полилась кровь. Я рохнул на землю, закрепил с кровью. Ещё встретимся, Леон! И тут я сужу штуку в дверь. Фух, это просто чёртов сон! Эй, выходи, давай! Уже 10.48! Да, 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 сейчас, подожди! Я вышел из домика. По мне, наверное, было видно, что я взломан этим сном. Ну что, двинули? Да, пошли! Ебать! Накотелой мой сбили, ебал! Мы шли вдоль ночных домиков очень тихо и осторожно. Тише ты! Да ты лучше, тише! Сейчас я как раз будешь. Всё, пошли быстрее. А то сейчас реально спалимся. Да иди уже! Женщины! Через некоторое время мы вышли кроваворотами. Сколько, блядь, и станет мне. У кого-то стоял лишь Семён. Я, блин, я ненавижу, когда... Мне кто-то мешает, потому что... Не понимают, что я снимаюсь. Ко мне нельзя, блядь, вмешиваться. Всё. У кого-то стоял лишь Семён. Ну и где они? Да не кипятись сейчас придут. Спустя где-то 4 минуты из ворот выгнался Санёк и Эл. Они подошли к нам и Эл сказал. Ну что, готовы? Что вы так долго? Да я деньги искал и на всякий случай с собой фонарик взял. Смотрите, Лёня, или как тебя там... Вот, Шорик починил твой плей. Слушай, афигенная штука. Ого, спасибо. А то я думал уже не починишь. Не починить. Да там просто проводок отошел немного и всё. Ладно, спасибо ещё раз. Ну что, двинули? Ага, погнали. Мы перешли на противоположную сторону дороги, иначе идти по поляне. Вскоре мы вышли к топинке. Укроп был тёмный лес и не единой души. У меня аж пошли мурашки по коже. Смотрите, тут идёт. Мы все резко спрыгнули в кусты и затихли. Даже лишний видок не позволили сделать. Кто-то это действительно вдалеке показался силуэт, в руках которого был фонарик. Он шёл по тропинке медленно. Одет был в муфляжный плащ с капюшоном. Лица нельзя было различить. Он прошёл мимо, и дорога стала чиста. Сидим ещё. Очень тихо. Я резко зажал одессый рот, и я убил её, закрыл глаза. Вдруг мы услышали опять шаги. Он возвращался. Мы верилися как можно тише. Он остаётся прямо у кустов. Тут из кустов резко выпрыгнул Эл. И наносит мощный удар в челюсть мужчине в плаще. Эл! Мужик замертво упал. Его ногу ещё дёргнулся. С одного удара. С одного, блядь, удара. Мы все выбежали из кустов и подошли к мужику. Ты чё делаешь? Это же охранник. Это не охранник. Взгляните на его лицо. Мы взглянули на лицо охранника. Вместо глаз были белые бусинки, а вместо рта чёрная дыра. Казалось, будто сейчас она поглотит нас. Лица взглянула на это сначала, закричала, а потом начала плакать. Я подошёл к ней и обнял, успокаивая, гладя по голове. Чё за херня, бля? Чё, что за чешовщина? Я же вам сказал, это не просто охранник. Чёрт возьми. А он в случае не проснётся? Этого мы сказать не можем. Может, пойдём отсюда поддомую по-здоровому? А если успокоилась, и стал сзади меня и не решать сгибать на это? Что происходит? Мы уже берём его? Мужик не прикасаясь к нему. Семён огнулся и начал сматывать его лицо. Ну, Санёк хватил... Ах... Схватил и отащил с него. Не рискую так. Только он тебе напрыгнет и отгрызёт тебе голову нахер. Да ладно тебе? Ты чё такой спокойный? Каждый день такое видишь? Нет, ну он же тебя обезбежен. А может нет? Очень не рискует, правда. Может, лучше пойдём отсюда и подальше, или всё-таки? Да, пошли быстрее, а то... А то валю сейчас точно, наверное, страйк будет. Мы нашли на два шага и вдруг услышали шуршение в кустах и повернулись туда. И тут мы увидели очень сильный звук ветра. Иначе медленно поворачиваться, на всякий случай, где закруглазались. Лучше бы мы не поворачивались. Ебанутся, палки гнутся. Перед нами летал какой-то призрак, вообще. Похоже, это тот, в который уложил Эл. Всего как было в дыму. И тут на весь лес раздался очень жуткий смех. Блядь. Я резко подхватил Алису на руки и начал бегать, что есть силы. Блядь, воним, суки, воним. Нормально-то сказать, блин. Хорошее у нас путешествие, да? Ну, еще бегаем. Мы бежали очень долго. Может, 20 минут, а может, и все 40. Инстинкт самосохранения взял над собой вверх. Мне было очень тяжело бежать, так как в руках у меня была Алиса. Она ходилась без сознания. Я несколько раз остановился передохнуть и бежал по рандомной тропе. И вот мы совсем встретились около хода в деревню. Деревню. Что? Когда осталось метров 30 до деревни, Алиса успела прийти в себя, но я все-таки добежал с ней на руках. Действительно, моя физическая сила здесь немаленькая. Все живы? Отдышавшись, сказал Эл. Я внимательно глядел всех. Все! Все, блядь, живы! После их слов я рухну на землю и закрыл глаза. Эй, Лево! Леван, вставай, я тебя прошу. Эй! Друг все глаза стихли. Я начал слышать звук дождя. Что, блядь? Спустя некоторое время я четко видел площадь лагеря, но был дождь. Странно, я совсем не чувствовал влаги. Эй! Я медленно повернулся и увидел Семена. Ну, привет, Лево! Семен, что происходит? Ты умер, Лево! Ты просто ебаный неудачник! Тебе не сидит ничего хорошего! Ты уже, я не мог умереть! Почему не мог? Прошел Рискана и убил тебя! Рискана? Да, тот самый Рискан. Он даже похож немного на тебя. Вот черт! А кто это вообще такой? Семен расползся в улыбке и засмеялся прям как тот призрак веса. Да нахрен, блядь, издеваетесь вообще. Вот здесь, вот черт! Это что, это точно не Семен? Да не, я Семен. Че, мысли, блядь, читать? Не выражайся у себя в мыслях. Можешь говорить вслух. Как? А ты до сих пор не понял? Что? Я владойка этого места! Кто ты? Я... Пионер. Эм, ну ладно. Как думаешь, что это за место? Ад. Не, это такая система, которую ты никогда не понимаешь, потому что ты жалкий неудачник. Заебал, нормально уже объясняешь, что мне делать? Ничего, ты в этом... Ты в этом весел... Нет, подожди. Ничего, ты в этом веселом месте навсегда. Что, блядь, тут веселого? Ну я хочу смеяться. Нормально. Похоже, наш пинер спугался у моего нервного смеха. Но ты псих. Это место прекрасно. Смотри. В другом глазах потемнело. Че, блядь? Эй, куда ты меня относишь? Вот так. А ты мне прекрасен. Ты просто не замечаешь, как же все на своем... На самом деле круто. Хватит нам издеваться. Чмо безглазое. Слушай, я в любом случае на твоей стороне. Я пойду окрискану, думаю, что это его сон и он здесь владыка. А, опять надо чуть жутко смеяться. Ну, блядь, я ебал, пинер. Хватит уже, блядь. Это чисто, что ты пинер, даже. Это че? Вот идиот. Да, у него есть пара способностей, но я не знаю, как они у него вообще могли появиться. Твою мозгу не понять, сколько мы здесь рискално находимся. Зачем мы очень ладили, но потом он возмунил из себя короля и мы поссорились. Ох, знат я ему тогда и блядь начистил. Ну, конечно, не стоит его недооценивать. Может, он здесь и никто, но благодаря своей способности он даже меня сможет одолеть. Я понял. Ну, что мне делать? Я хочу вернуться назад. Зачем? Как ты, блядь, зачем? Подумай хоть немного. А, ради новых, своих новых друзей. Ты же сказал, ты самое главное в этом месте. Пожалуйста, дай мне еще один шанс. Ладно, подожди. Да ну он добрый, что ли, я помог. Вдруг назад у нас потемнело. Эй, че? Зачем мы здесь? Води внутрь и ты сам найдешь по 10-10 и ты хочешь жить. Тут ты его найдешь. Если нет, ну извиня, Леня. Ладно, я пойду туда. Прощай, на всякий случай. Ага, давай, Леня. Я зашел в клубы. Че, тут темно и почти нихрена не видно. Так и задумал, друг мой. Блядь, опять ты еблана, блин, ебучий. Вот, блядь, вот, блядь, уйди от меня. Сгинь. Сказал, я боялся с мной получить поебалу. Ты боишься меня? Я попрятил ты за дверью и начал дергать зервочку. Заберто? Черт. Что-то тебе нужно в этот раз. Он очмеется. Еблана, ты нахуй уже. И не хочется причинить телезон. Слушай, приходи на мою сторону. Да, знаю, звучит глупо после того, как я пытался бить тебя. Ну, правда, давай убьем пионера. И лаги будет наше полное распоряжение. Мы можем сделать все, что захотим. Лаги будет наш. Вот, конечно, сложное решение. Суну, старая, не хочется подставлять пионера, ведь он мне дал второй шаг. Другой, я могу жить в мире своей мечты. Что же делать? А, знаешь, у меня стало интересно, я специально сохраню здесь для выбора. Тут, получается, две концовки, да? А, я выберу начал пионера, а потом рискаем, посмотрю. Нет уж, я обещал пионеру, не передавать его. Поэтому, пошел ты к черту! Я побежал в сторону риска, он наносит удар и промахивается. Я волной пригнулся и ударил, что есть силы ему в челюсть. Молодец, Лилан. Из подсобки вышел пионер. Я посмотрел на место, где должен быть лежат рискан, но его там не оказалось. То есть, это было не все построено? Браво! Ты сделал правильный выбор, поэтому я даю тебе шанс. Слушай, а от чего я умер? Не поверишь? Ну же. Обыкновенный разрыв в сердце. Ты бежал по лицу 40 минут практически без остановки. Плюс, был сильно испуган призрака. На самом деле, это был фактически ноль тогда, когда я появился призрак. Ну, каким-то способом был в сознании. Но как тебе? Ведь, друзья, сейчас думают, что я мертв. Я строю им память, и ты вернешься на момент, когда выбежаешь из леса. Спасибо тебе за все. Спасибо, в карман положишь. Закрыл глаза и жди. А я правильно выбрал. Я послушался пионера и закрыл глаза. Чего, блин? Все живы? Я глядел всех и со слезами на вызов сказал. Живы. Что с тобой? Ничего. Просто очень за вас боялся, ребята. Скажи, пионер. Нахуй ты меня раздражаешь уже. Я понимаю, что я вам дал второй шанс. Ну, что нахуй? Рейс подошел ко мне и обняла меня. Спасибо, что спас меня. Если бы не ты, я бы давно... Тише, тише. Все хорошо. Я погладил ее по голове, и она отошла. Хорошо, хоть тяжело, но как назад уже сейчас будем? Сначала мы с Саней сходим в магазин, а потом пойдем по дороге до лагеря. Ладно, мы тут ждем. Скиш, что это за чертовщина была? Сам без понятия. Никогда не верю в призраков. И я тоже. До этого момента. Да уж, это запомнится надолго. Ага, еще как надолго запомнится. Скорее пришли к кабинетике. Ладно, пойдемте по дороге. Порт присоединился к неблизким. Но к пяти утра успеем. Ладно, погнали. Порт рисунок. Порт рисунок. А уже день третий. Роковой день идем. День третий. Потом день четвертый. Роковой день. О, и пилок. можно переключиться уже наконец-то я проснулся на край кровати или даже вчера и чуть не успарились на я похоже завтра кое-что умудрился проспать конечно 4 20 утра тут пришли к воротам лагеря я проводил лесу и прошел сразу спать и вчера произошло что-то действительно странное то какой-то москва то непонятное солнце со своим семеном а что было бы тогда если бы я встал на сторону искана вот тогда не вернулся и семена бы меня укип скорее всего а может что еще хуже и пока я шел к лагерь вспомнил кое-что я бы страдил рубашку и шорты чертов газа как он как он надевается ай чёрт с ним я положил галстов корма и вылез через окно здесь посвящал пьяня и рискана а что это был за пьяни это был тот заснимал ясно или вообще какой-то другой тайн блять сложно ладно не стоит не забивать голову надеюсь сегодня день будет насыщенным и кстати я вспомнил еще кое-что это столь команды станете play и наушники мне вчера шурик починил это пробовать я на один наушники и включил родом на песню вроде хорошо слышно ладно мне надо пойти узнать поспал я завтрак или нет начало пойду в мость нормально хоть что-то я вышел из домика и направился к умывальник а энергичная песня как раз под стать утро так стоит пока что разобраться кухина вчера было призрак смеет пение мрачный лаги воскрешение через меня сюда ведь ведь не просто попал есть никто время и наглядность показала есть умывальники мальником стояла пионерка и умывалась виола да ну нафиг но бы спросите мне про завтрак ясно может подошел к ней эй привет а завтра уже закончится он даже же он даже не начиналось еще а сколько времени 726 было когда я из домика ходила а ну ладно ладно пока сказал пеника и вошел в сторону домиках я подошел к одному из умывальников я открыт кран и ощупал воду них на себе это лагерь настолько сурово что в пенире здесь умывается жидким азотом ладно было не было я обраду руки в воду и начал умываться 6 ладно зала будет еще не скоро пойдут быть домой еще немного отвяжусь я на простую сторону своего домика я зашел в домик вперед на кровать пасал ждут ничего похоже и опять мрачный наставянки да паят и вот ибо перед вами появился тот самый пение здорово опять я чего опять умер что и тайне я просто залез твой подсознание дробь зачем а я из-за тебя зал так не просплю и фаной себя разбудить его вами и и нахера ты мои подсознание залез чтобы узнать откуда ты сейчас мы знаем как ты все попал друг другу за поначал темнеть 5 и мы спине оказались лесу тот саморез я скончался или что сама так было там был так я заприметил себя я бежал по лесу лишь он кричал ебать ты псих чувак да тихо ты уже я бежал вдруг впечатался дело это так смешно сам не выглядит со стороны я что-то там кричал но слышно не слышно не было я лишь не слышал лишь вдруг ветра вдруг твой второй я перестал кричать не уткнулся лицом снег чё типа все да погоди ты тут появляется портал из него выходит рискана он подходит ко второму мне и кладет руки на голову вдруг вокруг лес и сразу стало видно дорогу с автомобилем и идущий потрата людей и тут я слышал какой-то хруст лучше бы я не поворачиваю сторону хруста искана стал поглощать меня ты что делаешь ну да не ночью бежать его сторону я бежал к нему прочистить вплотную а он даже не пошевелился замах рука замах рука проходит сквозь него я тебе на весе падаю на снег вдруг у запаха темнило что пулять ахуле зрелища тебе чё плять смешно да не убил тебя сюда сюда мертвым попадает а тут духу я знаешь лучше бить лучше меня не знаю сколько времени в этом месте нахожусь а ты скажи я сам уже не знаю такое ощущение что я тут и родился все воспоминали о прошлой жизни стёрлись давно видите уже 7 на своем лагере глупых вопросов не задавая вот так вот якобы и есть имя но что это нахожусь низко низко дольше мой мозг сейчас бабахнет часы хуйня песни поподробнее это ноги очень странная штука в одну зимнюю ночь я сидел на автобус и появился здесь проходит ровно семь дней и опять просыпаюсь здесь отбежать не попробуй пойдешь в лес он бесконечный ног поведет обратно к лагерам лишь появишься опять здесь появился наверно несколько тысяч лет назад уже ох ебать вот и я о том же это было что он мы сочетали а ты не забывай выбросаться ты никак не пробовал то не не пробовал тупых вопросов не сдавай я же все испытался я даже всех убивал влаги взрывал его да и че духу я все делал а рискан о когда здесь оказался он появился примерно через несколько сотен смен я сразу обратился на это внимание потому что я знал всех пениров лицом на его видео первый раз мы сразу начали общаться с ним я ему объясню что да как а нас а сама страна тут что отреагировал на это нормально откуда хоть он как его настоящими а как он сюда быть попал в конце концов его его и зовут рискана он скрывается он сказать откуда и как все попал попал он сюда по своей воле он сам сказал тебе об этом да то почему он заявил что я попал в вас он при этом сами похоже закинул себя похоже он совсем спятил не похоже мне кажется что он что-то может замышлять и что же есть хоть какие-нибудь догадки можно хочет убрать тебя и стать воды к этому местах он невозможно вообще 100 воды к в этом месте хочу с дольше все кто я дашь это хочу дольше всех и научился такими вещами столько всего изучил что вернись бы я сейчас в реальный мир не знаю выпад через годика два уже летали на машинах что же ты с помощью своих знаний не вернешься в реальный мир можно узнать достаточно чтобы за 7 не постой какую-нибудь супер херню чтобы вернуться в свой мир тут придешь таких деталей нет лишь я что это же остановиться себя и после низкой иным способом потолки есть шанс выброса хотя и не хотел бы возвращаться назад почему это мы прошли сбор таким тюрьмом моя тоже не лучше я бы все вот и чтобы вернуться назад я бы мог все исправить это я тоже жил хуже тебя и мои взгляды на жизнь я все свое свободное время проводил за компом я больше ничего не помню а я все время спал я учусь контрит сны и каждую ночь отправлялся в мир свои мечты то есть можно сказать я никогда не спал видео рандомно какие-нибудь снов а лишь видео то что и хочу я нам нужно что-то делать рисканно но мы не можем его просто так одолеть он по сути без смерти ему не нужно я не есть не пить вниз и не спать и может хоть сколько он как нежить ничего не чувствует лишь боль тогда можно соорудить железную капсулу и посадить его туда затем закопать на 5 метров и все можно все выберется туда как можно бросить железную капсулу который закуплен на 5 метров пройдет средний и он опять проснется в автобусе автобус ну да мы с ним по 7 дней просыпаемся в автобусе странно что за автобус такой 40 автобус на хорошо что в моем поселке ходят только пятерочки а то по бабу сюда как вывести здесь до 1 сюда толстую ебать где живешь далеко неважно от из какого года ты здесь 14 хрена себе есть 2017 но уже 2018 полосы через неделю после нового года значит на реальном мире прошло всего три года на бой все таки найти способ вернуть себя обратно зачем все равно это невозможно пиздец ну не будешь не будь таким пиздец как я и поздравляю что я в этом месте на вечно в любом случае нужно оставить рискана зачем будет лучше всего меня что же ты станешь вас вас а здесь блять из-за него в этом мир может быть полный пиздец что ты вообще-то сделал даже сам сказал что он сумасшедший да но вдруг все вокруг стихо дочь продолжайте но была полная тишина и что говорил мне не не слышал друг на его глазах я заметил с испуг я принялся увидел блять как на меня бежит из кану с клинком замах я успел вернуться и отпрыгнуть что ты нужна рискана с я слышал весь ваш разговор во мне не долеть поздно замах замахиваете мечом на пенера и ранит его в живот получился очистить ему голову я схватаю маленький камень у вас первое и бросаем в голову я вижу ты первый хочешь умереть он отправился ко мне мы находимся моем подсознание алло если ты меня умеешь я просто проснусь он остается начали отца а угадай как я смог завести свое подсознание похоже он сейчас находится в моем домике даже каким-то чудо одаряешь мне не проснулся у тебя щенок что же делать я стал сослали принесет и принял боевую стойку к что жалко выглядишь ладно пора умирать замах я успел вернуться я нанес ему удар в обыске ска он немного отошел я тебе похоже не не убила просто ты сам сопля худая а вот за это ты поплатишься полна кинуть на меня иначе размахит мечом замах он промкнул со мной похоже он окончательно смесился начал пирсик махать мечом замах замах все это время мог ловко ворачиваться сам не понимать как похоже истик сам не дает о себе знать как ты достал меня замах замах филиска нашу мощный апперкут рискаем под людьми меч подряды со мной он поднялся и злопа смотрел на меня и сказали что ли ты слабак ты еще пожалеешь я подобрал клинок и усмехнулся ведь если я себя убью я просто если сам смогу убить тебя и ты находишься со мной в одном домике ты я не знаю что у тебя есть шанс выжить ты еще больше не усвоить говоришь щенок ебальник захлопни но смотри меня на меня полностью без но он держал он держал сильно поэтому мне это не вышло я резко на наш удар риска на принесется в левее поэтому не смог попасть в него хоть и был бы язык я схватил у него поберут пересчет 10 хитра и Продолжение следует... 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 Да уж, пасная девочка. А где Сонёк и О? Что они на завтрак не пришли? Так они вчера другой хавки купили, а вот и сидела жжёт дома. А с нами даже не поделись. Да, нас они четыре бутылки водку купили. Чего, чего купили? Воды, четыре бутылки. Я всё прекрасно слышал. Ну, Кать. Да ладно, мне плевать, чем вы там занимаетесь. Кать осталась за стол и пошла на выход. Даже не доела. Ничего себе девочка. А вечка такая миленькая. Есть немного. Вскоре к нам подстела эта девочка из музыкального клуба. Ой, приветики. Приветик. Ну что, супер шмаков? Извини, но я уже в кружок как-нибудь ступил. Ладно, тогда. Ты только не обижайся, никой. Бля, так лоханулся, мальчик. Просто я как и кость нацелай. ой давай-то тебе алисенька смотри хоть семян сучая семечки не назови ладно давайте быстренько доедим молчий путем пацанки вам могу семенчик у блять это гадость будет сколь мы дарили свои порции я сейчас ребят и вышел из столов кружок германске что ли сходить может что некое уже там ванном положить семенка или вместе с ним я сидел на ложке посмотрел на пляж на пляж был куча народа с этих отрядов почему круглые сутки и сепене находится именно на пляже вот за стол вышел алиса и силарен самая мне не быть не я не боюсь житмеш нет семена жду зачем пойдем с неким пойдем с ним кирбинетиком может они уже проснулись и что нибудь нового пред море а с вами можно не знаю даже пожалуйста она ладно ой спасибо не вам полгода после некоторое время семен вышел столовую а че вы тут расселись как парочка влюбленных да какая любовь то ну тебе семён пошелочки германске может не придумать там чего-нибудь я как раз к ним собирался пошлите мы выставили со скамейки и трем направить кружку то уж вы не хочет с вами пришел кружку так сделал лишь один сами поделил дом в домике за вкусно вкусностями пошел скорбь идет не знаю он минут пять назад ушел она подождем и какие-нибудь планы сегодня так вы хотели старой лаги садить и там выпить немножко ого а вдруг там живет тот монстр в этом случае немного под сосковались и как же жди здесь шарик стал и направился подсобку и чё же он принесет неинтересно книжка заклинаний может нож какой-нибудь кухонный принесет смехнулась на лица есть некоторое время широк вышел из подсорки у него рака был пистолет чего блять шури положил пистолет на стол не бойтесь он сейчас разряжен откуда у вас блять пистолет спрашивайте как хоть называется то как он хоть называется вот м3 а пока вроде десятом году был изобретен пока ебать вы чего ребята это время странно и смешно пионерик который хранит у себя собственно писали что блять наш вооруженный пионеры ну а как иначе то для открылся и зашел что забыл пистолет на столе а что сибы вместо меня ваш зашло вожата а вот тут я предусмотрел это подошел стол и убрав пистолет за пояс затянул пояс покрепче и выпрямую рубашку чтоб пистолет было не видно откуда тебе пистолет ну вот сам взял думаю здесь по бутылкам пострелять чего себе стрелять хоть с ним умеешь придем с налоги и постреляем кстати отвечу на линьки там меня уже сильно спрашив поспал я а что снилось а почему тебе это так должно волновать нас я помню что те снилось снилось делась учу ребят и его на листья закрой рот не понял блять это заскама обойму даст и достав пистолет что за хуйня я стал застал иначе открыть двери ребята это какое-то недоразумение конечно недоразумение м направленный пистолет на него лице четко читалась злоба и какая-то ненависть что я сделал блять то это блять ты всех нас убил и убью чё блять юночек я же тебя юночек я же тебя любила а ты так поступил вдруг с у него большом меня задний схватил за руки твое последнее слово слой стой вы правда что-то путали отправляйся в ад я был очень я был очень спуган я степь предохранитель я не знаю что делать почему не понимаю что я сделал меня стал бесить все вокруг и не понимал что происходит я был на грани срыва а вот как мы сались как ты видимо не понял с ним связался резко это за только мост саньку выстрел он попал меня я посмотрю с урана из неё шла к я прижим руку крайне взгляни и все выстрел 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 еще раз выстрел это мы начнем если скана улыблены вам заканчить пионеры я попытался еще раз но чет кончить патроны и оказалось плотно вплотную перед не замахнуться я помолу руку аж попытка я портал его насквозь другую руку и ему по на по вот чё я ударился на улица похоже своим ударом я сучился раму шею вот как вы риска застанем у тебя еще как у лети еще как потрогаю пожалуйста не надо она сзади это был сынёк я суть его за шею хорош попытка четырехглазы просто на уши и силату босса лифу крови не знаете потерь сенька упал на пол я проносла обратно к алисе и смотрел их глаза она была она была вся запаха на игру сейчас пытается взгляд на меня я носить мощный удар в область виска от черного пауэль потерь основной похоже навсегда я здесь кровь я бог в этом месте другу заснуть чего темнеть мать его блин так мы и есть риска она оказывается как же быть голова и открыл глаза классного представления что смысл сейчас было ты сорвался смысл сорвался как же ты классный стык перемочил психопат несчастный сука тему не переводи как выяснилось у тебя тоже есть некая способность какая же когда ты сильно пуган и хочется просто на грани срыва ты становишься неуправляемый начинаешь кромсать все вокруг то есть как ты чё тупой ты же ведешь что сейчас ты творил ну и вот это и есть моя способность ты становишься бессмертным и очень сильным на и зачем нет способность в этом мире похоже риска на что-то серьезно замышляет а при чем тут я это реально лупы можете поместить в этот мир с такой способностью ты мне лучше блять не назад верни зачем если дело дело положение нужно разобраться с рискана назад меня отправить потом избежать сейчас мне планы ну ты придурок ладно если искать тебе будут мочить ты может не звать меня на помощь а это спас тебя тогда не плевать ах ты сука другу закреска потемнела стали слышны звуки птиц или вон а что говорю почему леники не было что сейчас опять было это пенел меня конкретно заебал еще тебе оказывается мне мне плевать мне еще тебе оказывается ему плевать на мою помощь вот рот сука ты че не выспался а то проспал я проспал что-то ты страны ну ладно в общем у нас есть 4 бутылки водки и 5 бутылок пива а мы не умрем сказал я усмехнувшись филом и же не разом всем вы буду короче через минут 20 пойдем старой лаги и выпьем хотя бы одну бутылочку закуски хоть не забудь да все мне есть не бойтесь а сколько идти до идти до старого гер 10 где-то ну хотя бы в 10 минут а тут до деревни 4 и часы точнее бежали кати сказать сюда может так может там призрак есть выстрелишь у него ага легко сказать это достаточно из-за пояса пистолет затем вытащил обойму с канала и зарядил пистолет снова обратно если вы право появится времени на зарядку писать не будет надеемся что никак не как и призрак мы больше не увидим это да кстати сегодня вечером же вроде дискотека ага выпьем пойдем туда танцевать ну когда ваша засвалит не думаю что это хорошая идея да ладно тебе мы прошлый раз точно так же делали и нам ничего не было будем надеяться на лучшее но мы будем надеяться на следующем видео по нам на этом короче заканчиваем все спасибо за просмотр подписан на канал с вами был снова я валим это бесконечное это мог под назвать на грани срыва всем пока